В садах цветут яблони, на площадке играют дети, но солнечное весеннее утро выдалось в микрорайоне 5А неспокойным. Тишину и покой нарушил экскаватор, который приступил к работам на земельном участке, находящемся в частной собственности. Том самом, где недавно в результате якобы пересадки были вырублены деревья. Есть у нас собственность детский садик. Данный участок находится в собственности также детского садика. На этом участке мы планируем сделать экопарковку для разгрузки внутриквартальных дорог, для того, чтобы люди, которые привозили в детский садик детей, заезжали сюда, выезжали так же спокойно, не загружая внутренние дороги. Представитель собственника утверждает, что на загруженность внутриквартальных дорог жаловались сами жители микрорайона. Последние удивились, потому что претензии действительно предъявляли. Правда, связаны они были не с движением между домами, а с расширением лесной улицы для организации сквозного проезда. Именно для этого, по мнению представителей инициативной группы, ранее были вырублены зеленые насаждения. Мое мнение, это парковка, это начало строительства объездной дороги с Можайского в Шестен. Собственно, как мы до этого с вами тут встречались, когда вырубались деревья. Алексей Арсентьев говорит, с документацией все в порядке, есть бумаги, подтверждающие право собственности и согласование работ с Мособлэнерго. Инициативной группе, заинтересовавшейся границами участка, предложили по кадастровому номеру найти информацию об этом самостоятельно. А ордер на проведение работ, по словам представителя собственника, вовсе не требуется. На данном участке, который находится в собственности, ордер на земляную работу не требуется. Почему тогда экскаватор? А экскаватор-то при чем, если здесь не будет земляных работ? Смотрите, для того, чтобы вырубить территорию, необходимо сделать планировку данной техники. И все. Тогда, где ордер на подготовительную работу предполагает, мы можем, что это не земляные. Я вам объясняю, что ордер не требуется. Ордер не требуется. Ну, в связи с тем, какие работы он проводит, значит, он требуется. Присоединяемый ответ. В смысле? Это вы не соблюдаете закон? Вам надо подтверждать, что вы не соблюдаете закон? Что вам присылать? Я не знаю. Точки над «И» расставили приехавшие сотрудники полиции. Стражи правопорядка начали с проверки документов. У рабочих их не оказалось вовсе. Вполне закономерно не смог предъявить ордер на проведение работ и представитель собственника участка. Хотя, 191-й закон Московской области обязывает иметь этот документ. На этот раз жителям удалось остановить работы. Вечером того же дня в администрации Одинцовского района прошла встреча инициативной группы с руководителем муниципалитета Андреем Ивановым. На ней было дано поручение правоохранительным органам разобраться в том, насколько законно была продана городская земля.